В группе голодающих астраханцев, добивающихся отмены результатов выборов меры города, приехали соучредители лиги избирателей Елизавета Глинка, Леонид Парфенов и Петр Шкуматов. Из аэропорта Астрахани московская делегация сразу направилась на Советскую 8, где происходит бессрочная политическая голодовка. Это не должно быть делом только поддерживающих акций и не должно быть вообще делом только Астрахани, потому что в принципе мы все как страна, как общество или входим в какую-то новую политическую фазу, которая явно обозначилась, ну скажем, с декабря прошлого года, или мы опять погружаемся в спячку, в которой благополучно пребывали столько лет. Поэтому в принципе разговор о том, что такое наблюдение на выборах, почему скрываются результаты, почему нет возможности оперативно получить доступ к этим расхваленным веб-камерам и так далее, к материалам этой видеосъемки. Вот это вопросы, на которые общество должно все задаваться, которыми должно все общество задаваться и требовать ответа на них. Или мы начинаем наконец ценить голос свой и начинаем относиться к голосованию и к избирательным кампаниям как к политической конкуренции, или мы готовы снова воспринимать любые результаты, которые нам объявят на утро после нашего так называемого всенародного боли изгибления. Я знаю, что 22-й день голодовки, он вызывает порой необратимые изменения в состоянии здоровья. Потому что каждый голодовку приносит по-разному. Понимаете, это тяжело психологически, это тяжело родственникам, это тяжело даже людям, которые наблюдают за вами со стороны. Из Москвы здесь два часа лета, то есть те записи, фотографии и сводки из живого журнала, которые публикует Олег, они, во всяком случае, у моих читателей, они вызывают эмоции такие очень сильные. У меня сложилось впечатление, что массовые фальсификации и какие-то грубейшие нарушения имели место быть. Есть вопрос в их количестве. Их количество станет понятным после того, как будут доступны все видеозаписи с тех самых камер видеонаблюдения, которые были установлены на всех участках, если эти видеозаписи будут все-таки доступны. И то, что, ну, те масштабы, скажем, нарушений, они говорят о том, что, скорее всего, скорее всего, вот именно те участки, на которых нарушения повлияли на волеизъявления и на ход голосования, вот количество этих участков все-таки превысит 25%, потому что уже сейчас по тем видео и свидетельствам наблюдателей, которые мы видели и слышали, количество таких участков уже около 30, и я думаю, что такими темпами оно потихонечку превысит количество 51. Посмотрим. В общем, сейчас надо трезво оценить эту ситуацию и вообще понять, какое дальнейшее развитие у сложившейся обстановки может быть, потому что явно из этой ситуации надо видеть какой-то выход. Ну, мне пока видится выход только один – это перевыборы. То есть, отменный результат в этих выборах мэра и повторные выборы под контролем независимых наблюдателей, которые могли бы подтвердить действительно волеизъявления жителей города Астраха. Голодовка граждан во главе с экс-кандидатом в мэры города Олегом Шейным проходит с 15 марта на протесты против итогов муниципальных выборов 4 марта. По официальным данным, на выборах мэра победу одержал Михаил Столяров, которого поддержали 60% голосовавших. Однако справедливая Россия отказывается признавать итоги выборов.